всем привет снова здравствуйте забрать семерочка на этот раз что ты как будем делать будем делать будем делать спираль днк как это будет происходить погнали разбираться так нам понадобится цилиндр жмем edit make polymesh можно включить флор вот так все это дело уменьшим shift левая кнопка мыши выровняем теперь включаем геометрии делаем дайна мэш и следом заходим в сайт дело это все уменьшаем и вытягиваем так сильно не надо и еще немножко уменьшим вот так вот ну можно еще чуть-чуть прибавить следом так флор можно уже отключить включаем move жмем control и перетягиваем делаем дубликат так он пролзет пардон сначала давайте в саптулах сделаем тут дубликат вот так а теперь это дело все control и вот так вот вытягиваем снимаем маску control левая кнопка мыши подтягиваем вот так вот следом переключаемся на второй саптул жмем ротацию и все это дело вот так вот перекручиваем так следом move устанавливаем где-то вот так и в геометре это дело опять же уменьшаем вот до таких размеров так чуть-чуть можно побольше вот так вот и все это дело установим и немножко уменьшим вот так вот теперь заходим саптулы открываем append и жмем ring 3d переключаемся на него опять же в геометре заходим все это дело уменьшаем именно вот по такой вот по 1 наши по первому нашему саптулу вот так устанавливаем и немножко еще уменьшаем смотрим надо выравнивать если надо то подгоняем уже вот так вот следом делаем control и левая кнопка мыши перетягиваем на другой бок вот так вот опять же все это дело выравниваем смотрим чтоб все было ровно все прикольно объединяем вот эти два саптула маску можно снять тут маску можно тоже снять и два саптула вот этих объединяем окей вот такая штука получается теперь делаем что он control и левая кнопка мыши дублируем вот так вот так вот и погнали все это дело повторять держите одинаковое расстояние приблизительно между ними чтобы более-менее все было симметрично и красиво ну и верху теперь заполним вот это дело вот так вот таким вот образом теперь переключимся на первый саптул и в сайзе наверное еще немножко поднимем вот эти вот штуки вот так чуть чуть поменьше на расстоянии между днк полосами вот так вот эту полосу нижнюю нужно немножко ниже опустить а то она не смотрится так сделать можно даже днк днк динамеш следом вот так все отмаскируем и вот эту нижнюю часть чуть-чуть опустим пониже вот так все в принципе нормально ну и верхнюю немножко можно припогнать вот таким вот образом следом заходим саппулы и все дело это мерчдаун объединяем окей теперь уменьшаем и вот так и делаем ей дубликат вот так повыше поднимаем смотрим чтобы тут все четко сошлось и немножко ниже можно так подсадить ну вроде все нормально снимаем маску смотрим флур с помощью мов перетягиваем ее именно по центру приблизительно вот так вот флур можно теперь отключить и заходим в геометрии так пардон заходим в деформацию находим твист включаем находим твист включаем по y и вот так все это дело побольше перекручиваем вот такая спираль днк получилось прикольно зашибись можно еще наверно твиста чуть чуть побольше добавить вот так вот вот уже прикольная днк если вам нужно раскрасить то раскрашивайте предварительно когда она вот в таком виде допустим включаем rgb зад отключаем жмем control shift и вот так вот можно перекрасить допустим спираль будет у нас серая материал можно поставить белый драфт сайз побольше и вот так все это дело красим так смотрим со всех сторон чтобы все закрашено было теперь control shift меньше ставим драфт сайз и жмем на кольца control shift вот так теперь получается одна сторона колец будет синяя вот так вот а другая сторона будет красная так ну а полосы можно сделать наверное тоже серыми вот так вот ctrl shift левая кнопка мыши и вот теперь можно делать твист так ctrl z не снял я маску и теперь твистом все это дело перекручиваем вот такая спираль днк получается все всем пока до свидания днк днк ц